У нас в стране есть две вещи, которые невозможно предугадать. Это когда переобувать машину с летней резиной на зимнюю. И куда выстрелит помидор, когда ты его кусаешь. Реквизит. Я придумал шутку с палкой. Я надеюсь, она стрельнет. Если кто-то сегодня ждет шутки про отношения, про работу, у меня для вас плохие новости. Я беру темы всегда чуть-чуть помасштабнее. Так, значит, я вас сейчас впущу в свою вселенную, но это будет билет в один конец. Дальше вы уже как-то сами. Сразу проверю вас шуткой, чтобы понять, что вы за зрители. Значит, если смотреть фильм «День сурка» каждый день, то это будет «День сурка». Но если фильм «День сурка» показать сурку, я думаю, он скажет, что это не «День сурка». Но если фильм «День сурка» показывает сурку каждый день, то это снова «День сурка». Причем даже если сурок каждый день будет говорить, что это не «День сурка», это «День сурка». А если весь день смотреть, как сурок смотрит фильм «День сурка», то вы за день посмотрите сразу два дня сурка. Концерт обещает быть идеальным. Но все-таки я должен проверить вас еще одной шуткой. Значит, когда какие-то люди говорят мне, что у режиссера Кристофера Нолана какие-то сложные и непонятные фильмы, я всегда говорю, ребята, ну приведите хотя бы один довод. Вот видите, это только начало. Кстати, фильм «Начало» отличный. Мне только начало не понравилось. Вы, наверное, уже заметили, я такой человек, я люблю что-то подмечать. Я заметил, что все продавцы шаурмы — это подслеповатые люди из многодетных семей. Потому что они ко всем обращаются в брат. Даже к девушкам. А мне прямо интересно, что они говорят, когда видят своего настоящего брата? «Брат-брат» или «Брат-2» или «Жмурки». Какой фильм вам больше нравится? Я узнал. Когда он видит своего настоящего брата, он говорит «Подрежь еще мясо». Я заметил, что на некоторых варьках шаурмы есть такая надпись «Халяль». И вот эта вот надпись «Халяль» написана каким-то особенным халяльным шрифтом. «Халяльный шрифт». Мне кажется, если таким шрифтом написать курсовую в универе, то оценка будет «Покаев уже есть». А если таким шрифтом написать что-то на коробке, то это будет, ну, бомба. Знаете, для меня до сих пор остается загадкой, кто именно в сабвее определяет, какой сегодня сабдня. Просто если это тот человек, который придумал название соусу «Тысяча островов», то у меня к нему миллион вопросов. Что это нафиг за острова такие? В мире насчитывается около 500 тысяч островов. Что за острова попали в эту тысячу? Что за острова в эту тысячу не попали? По каким критериям производился отбор? Что именно с этих островов попало в этот соус? Кто занимается хит-парадом островов? Ни на один из этих вопросов мне не ответил администратор Сабвея. Поэтому я развернулся, вернулся в шаурму. Там все просто. Там красный, белый соус. Все, сразу видно, ребята настроены революционно. Я люблю заходить в KFC и прикалываться. Я говорю, дайте мне свиные крылышки. И один раз мне продавщица сказала, вам три или пять. Я чуть-чуть напрягся. Я задумался, а что это за секретные рецепты, по которым готовит полковник Сандерс? Вообще, никого не смущает, что полковник Сандерс готовит, а не воюет? Он же полковник. Какие у него погоны? Там, наверное, вместо звездочек наггетсы. У меня есть мечта. Я хочу зайти в KFC, в майке UFC. И подзарядить телефон через Type-C. Я заметил, что когда берешь сет роллов на большую компанию, там всегда есть одни конченые. Как определить, какие роллы конченые? Легко, они с кунжутом. Либо с мясом. Вообще, интересно, японцы знают, что мы адаптируем их кухню. Роллы с мясом. Я недавно узнал, что есть еще и сладкие роллы. Это рис с изюмом. Мне кажется, в Японии, когда самураи делают все харакири, их такими роллами поминают. Ну, у них же нет кути. Сейчас будет история, готовьтесь. Значит, у моего друга селедка так пристально смотрела на бокал с пивом, что он зарезал ее. От ревности. Такой истории нет ни у одного комика. Только у меня. Это эксклюзив. Но баловать вас больше я не собираюсь. Если кто-то сейчас думает, что я вам расскажу эту историю еще через 30 минут, нет. Теперь вспоминайте эту историю под пиво. Ну, либо, если вам нет 14, под лимонад. Смотрите, я понимаю, что лимонад тетя груша со вкусом груши. Я догадываюсь, что тарахун со вкусом трав. Но я в замешательстве со вкусом чего? Буратино. Мне на одном стендапе мужик выкрикнул из зала со вкусом древесины. Я ему сразу парировал, типа, со вкусом твоей бывшей. Вот, очень смешно было. Ну, сейчас так, видите, не получается, никто не выкрикнул. Но, честно говоря, нейминг напитков пугает. Хорошо, что Red Bull не со вкусом говядины, да? Спасибо, что вода святой источник, не за вкусом святых мощей. Честно, я жду прям, когда появится православный лимонад-лимонашка. Я прям вижу эту рекламу. Лимонад-лимонашка, пейте освященным. И я пью стою. А сейчас будет шутка, по которой я пойму, вы умный зал или нет. Соберитесь. Возможно, это переломный момент концерта. Значит, я не понимаю, почему индийский и английский чай, который я покупаю в Магните, изготовлен в Калуге. Это еще не эта шутка, подождите. Это вот следующая будет. А еще я не понимаю, почему индийский чай стоит дороже, чем английский, ведь Индия раньше была колонией Англии. Вот это шутка. Вы умный зал. Я рад, что вам нравятся шутки про чай, потому что у меня есть еще одна. Если пить чай беседа во время беседы, то это двойная беседа. Вы можете еще и чат в WhatsApp создать, еще и там переписываться. Но чат должен называться беседа-беседа. Я прям вижу, там брат один добавил брат два и написал сила в правде. Это рекурсивный юмор. И я очень рад, что в ваших глазах есть вот эта вот задоринка. Вы прям такие, еще хотим шуток про чай. Я уже не собирался их рассказывать, но разве я могу пойти против желания зрителя? Вы все-таки деньги за это заплатили. Поэтому слушайте. Английская королева пила чай в пять часов, и все англичане начали за ней повторять и пить чай в пять часов. И я узнал, все народы пьют чай, как их правители. Остается теперь только догадываться, кто именно в России придумал заваривать пакетик дважды. Миша, вот этот смеялся, сними его, пожалуйста, крупно. Да-да-да, прям вот его. Одного. Мы зрителей в концерте не снимаем, только ты будешь один. Будет ощущение, что я только для тебя выступаю. Ты снял, как он смеется, точно? Максим, еще раз посмейся, пожалуйста, на камеру. Мы потом смонтируем, там вообще, ну, красиво будет. Там вообще не я выступать буду. Вы потом охренеете просто, такие, воу, ни хера себе. Я заметил, что на любом застолье, где сидят бабки, рано или поздно наступает момент, когда одна из них начинает петь. И для всех загадка, как она определяет этот момент? Что это, опыт или везение? Ведь наверняка же было такое, что все сидят, сидят, и одна такая, черный ворон. И все такие. Захаровна, а что началось? Еще шесть минут. Мне кажется, бабки поют тогда, когда появилась какая-то неловкая пауза. Мне кажется, этим приемом можно воспользоваться и в жизни. Ты пришел, она такая, где ты шлялся, Олег? Расцветали яблони и груши. Ты мне изменяешь, Олег? Поплыли туманы над рекой. Кто она? Где вы с ней видитесь? И вот тут вы спалитесь. Я понял, почему бабки поют акапельно. Потому что если включить музыку на граммофоне, то будет мотать электроэнергия. Кому это надо? Надо экономить. Есть негласное правило. Если бабка начинает петь, дед уходит. Либо за баяном, либо подкурить, либо на тот свет. Смотря, как поет бабка. Я заметил, почему бабки чаще поют в деревнях, чем в городах. Потому что о чем петь в городе? О многоэтажках. Об этом уже поет Five Star Family. Ну, а в деревне. Козленок родился, черемуха расцвела. Все, припев есть. У меня есть еще одна шутка на эту тему. Не знаю, что с ней делать. Расскажу. Значит, бабка админа ВКонтакте бесплатно на застолье поет только первые полчаса. Пусть будет. Ее можно вырезать и потом после титров вставить одну. И ты смеешься один с нее. Скажите честно, вы замечали, как грустят мусульмане, которые родились год свиньи? Они же грустные ходят. У меня друг грустный ходит, за Спартак болеет. Он недавно свинкой переболел. Я думаю, ну... Болеть не твое, братан. Перестань. Когда при знакомстве девушка говорит мне, я рыбы, я всегда немного напряжении. А вдруг она думает, что она и окунь, и красноперка. Ну, лишь бы не селедка, а то ее мой друг зарежет. Во вселенной Mortal Kombat хороший переход, согласен. Главный враг Саб-Зиро — это Скорпион. А прикиньте, если Саб-Зиро по знаку Зодиака — Скорпион. Прикиньте, как сложно ему. Он думает, блин, он же все про меня знает. Все мои грязные приемчики. Удар слева, удар справа, занятия не вернуть. По одной из версий, Саб-Зиро и Скорпион были братья. То есть это получается, у них мама рожала и от паукообразных, и от холодильника. Если рожаете двойню, нужно быть предельно осторожными. Потому что может произойти какая-нибудь каверзная ситуация. Представьте, одна девушка родила двух мальчиков. И одного она родила 20 мая в 23.58, а второго уже 21 мая в 0.03. И получается, что у нее близнецы, но не совсем, потому что один из них близнец, а другой телец. И что теперь две натальные карты заказывать? Знаки Зодиака — это не шутки. Я вот подумал, а прикиньте, если король лев, не лев, а стрелец. То получается, он король-стрелец. А вот прям все уверены, что дело Мария обладела. Я чуть-чуть погуглил, там как будто водолеи. Но согласен, водолей Мария звучит не так убедительно. А вот вы знали, что Иисус Христос — козерог? И он не знал. Потому что, если бы он знал, он бы посмотрел гороскоп, там было бы написано «Сегодня у козерогов противоречивый день. Друзья могут быть рядом, но могут и распять». и он такой понял, посижу дома. Слышали, говорят, 33 — это возраст и число Христа. Я с этим не согласен. Его в 33 убили. По-моему, это число прям не его. Любое. До 33 — да, но не 33. Вообще, если в зале есть суеверные люди, которые боятся, когда вам стукнет 33, не бойтесь, сейчас такое время могут предать и раньше. Есть еще клуб 27. Это клуб великих музыкантов, который уходит из жизни 27. У меня знакомый сказал, что хочет попасть в этот клуб. А я вот думаю, как ему объяснить, что мало просто умереть 27? Ну, нужно быть еще великим. А я считаю, что не может быть великим человек, который между периодом с пятого этажа на первую слюну опустил и не сплевывая поднял. Если кому-то интересно, это Дима Веретельников. Пока что концерт идет замечательно. Но я не знаю, что будет дальше. Возможно, я уеду. Вчера утром взял раков. Ну, а чего не взять? Там продавца не было. Да и откуда на речке продавцы тоже? Я просто подумал, ну, сейчас же мода заводить какие-то необычные домашние животные. Ну, типа там пауки, еноты, дотеры. А я подумал, блин, раки, ну, это же прикольно. Тем более маленькие всего по три, а большие по пять, но вчера. Тут главное, если вы с работы пришли, пиво купили, главное вот не сорваться и не сварить его. А так в целом. Я вот подумал, а прикиньте, если вот этот рак родился в начале июля, то получается он рак-рак или рак-2. А если он родился еще и в Татарстане, то это рак-рак, который любит чак-чак. Такой веселый рак в тюбетейке. У меня знакомый тоже завел себе рака домой, и он занимался сексом с девушкой, она ему сказала, Сережа, а давай раком, и все. Альберт без клешки. Я вот подумал, а прикиньте, если раки занимаются сексом в позе человека. Ладно, давайте разберем момент, который волнует меня еще с детства. Это кто в мультике Чип и Дейл имел наибольшие шансы замутить с гаечкой. Пройдемся по всем персонажам, кроме Дейла. Значит, Чип точно нет, потому что он был зануды, а занудом не дают ни девушке, ни мыши. Я это точно знаю, я по этой теме диплом писал. Дальше, Ракфор вряд ли, потому что это был ее дядя, а это не Игра престолов, и даже не поселок городского типа. Поэтому тоже нет. Я думаю, наибольший шанс имел Вжик. Ну, не зря же он Вжик, но его аж так непросто назвали. Вжик — это главная звезда этого мультика, потому что про него даже песня есть. Знаете, вот это? Вжик, 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 кто на новенького? Вот, ну, это главный персонаж этого мультика. Мне вот очень интересно, Вжик, он же тоже муха, он дружил с мухой-цокотухой, просто хочется, чтобы он у нее спросил, нахрена ей самовар? Только если пить чая беседа. А вот интересно, волки знают, что волчья ягода — их. Просто это опасная ягода. Прикиньте, съели, такой, «Белла, я люблю тебя, Белла». Да, это была специальная шутка, я стараюсь держать в тонусе девушек 95-го года рождения. Это моя целевая аудитория. Смотрите, я был в лесу один раз, и в каждом лесу я был один раз. И я заметил, что волчья ягода есть в каждом лесу. Она как улица Ленина в каждом городе. Сейчас вот очень обидно, знаете, я просто думал, что вы шутки про улицу Ленина прям, ну, разнесетесь все. Просто я эту шутку три месяца придумывал. И другие варианты были объективно хуже. Это лучший. Вы когда слышите какую-то шутку и думаете, ну, такое, могло быть и хуже. Например, вы могли травануться волчьягодой. Это хуже. Смотрите, получается, если есть волчья ягода, значит, есть волчьи фрукты, волчьи овощи. Не, если нет, то нет. А если да, то, ну, почему бы и нет. Вы понимаете, к чему я веду? Я про то, что, ну, волки не такие добрые, как мы все думаем. Они даже в цирке не выступают. Волки никогда нам не дадут свою ягоду. Я уверен, было волчье собрание. Серьезно. Волк-вожак, залез на бочку и такой, так, товарищи волки, особенно тамбовские, значит, люди охренели в край. Они покушаются на нашу ягоду, хотя у них есть свои. У них есть вишня, черешня, арбуз. Я думаю, какой-то заяц рядом стоял и такой, вообще-то арбуз это не ягода. А волк ему, слышь, братан, не позорься, иди загугли. Ну, заяц, ну, погоди. Просто представьте, волчья семья. Мама волк, папа волк, дядя Гена из Батайска волк. Все приехали на дачу. Дома осталась только кошка волк. Они приезжают на дачу и урожая нет, понимаете? Ну, все люди растаскали. Поэтому они начинают мстить людям и кусают наших детей за бочок. А люди, в свою очередь, мстят волкам, но уже в сказках. Иначе как объяснить, что в сказке про красную шапочку, где было четыре главных героя, три из которых это представительница женского повода, красная шапочка, ее мама, ее бабушка, но именно волку в конце сказки сделали кесарево сечение. Это вендетта. Вы вообще заметили, волки — это самые невезучие персонажи во всех сказках. Их, как правило, убивают. Если только это не серый волк, который друг Ивана Царевича. Что это за подтекст у сказки? То есть серая масса выживет только в том случае, если будет дружить с действующей властью? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это точно сказки или это «Вечер с Владимиром Соловьевым»? С другой стороны, «Вечер с Владимиром Соловьевым» это точно сказки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я прочитал, что ворон — это самая умная птица в мире. И решил завести себе ворона. Прикиньте, домашний ворон. А потом я прочитал, что оказывается, у ворона есть и минусы. Ну, он может летать по квартире и все крушить. Ну, это минус. Минус ваза, минус телевизор. Но с другой стороны, ворон умеет считать до пяти. Сразу перевесил. К черту вазу. Я до пяти не считаю. Ворон будет считать. Прикиньте. Ну, ворон — это самое верное существо. Оно выбирает одного хозяина, привязывается к нему, и верно только вот ему. Получается, если я буду жить с девушкой, и ворон выберет хозяином меня, он будет клевать ее. Это тоже плюс. Минус только, если он выберет хозяйка ее, тогда они будут клевать меня уже вдвоем. Поэтому я пока думаю, но если в какой-то момент я выйду на сцену с вороном, я сорвался. Но вы поймете, это чуть раньше по афише, там будет написано «Вход, три сулугуни». Только, пожалуйста, не путайте ворона и ворону. Это разные птицы. Хоть и похожи. Это как Дональд Даг и Скрудж Макдаг. Кто-то из них явно подворовывает. Это как английский автомобиль и американский. Разница есть, хотя и там, и там кар. Но я ворон тоже люблю. Вороны прикольные. Особенно белые. Белые вороны — это самое редкое явление в природе. Их очень мало. Но я знаю, как сделать так, чтобы их было больше. Нужно собрать всех белых ворон и добавить туда одну черную. И вот эта черная ворона на их фоне будет белая. Я думаю запатентовать эту идею. Замечали, что когда голубь на дороге что-то клюет, а вы на машине к нему подъезжаете, он пешком убегает? Хотя может улететь. Ленивая задница. Либо голуби знают о загробном мире чуть-чуть больше. Ну, например, что там много зерен. И сейчас все кофеманы такие «Чё, чё, чё, чё?». В Ростове в здании вокзала живут голуби. Вы понимаете, что это значит? Голуби выбрали не победу, а РЖД. Голуби копят деньги на море. Голуби на ласточке. Ну, те, которые в центре живут, на Сапсане. На Стриже вряд ли это уже какой-то абсурд. Серьезно, у нас в здании вокзала живут голуби. И там есть окошко наверху, и голуби, которые живут в здании вокзала, видят тех голубей, которые живут на улице. И они переглядываются. У них как свиданочка. И я думаю, вот эти вокзальные говорят вот этим вот уличным, пацаны, сюда валить надо. Тут все бабки, тут все возможности. Вон, видите, бабка с беляшом заснула. Это возможность. Я полетел. Но я вам честно скажу, голуби там живут, знаете, ну так, на птичьих правах. Это пока они не насрали на начальника вокзала. Их потом быстро выкурят. И придется им летать на победе. А это будет неприкольно. Потому что, прикиньте, вы летите, и голуби летят. Но как бы они ни старались, вы прилетите одновременно. Голуби будут в шоке. В большем шоке только те голуби, которых на свадьбе в небо отпускают. Они такие, а куда нам теперь лететь? Нахрена мы поперлись в этот свадебный бизнес? Нормально же на зэков работали. Раз в полгода над зоной пролетаешь, слушаешь стихи про маму. Все. Нет, блин, захотелось экстрима. Что мы знаем о пеликанах? Только то, что это друзья Немо. Как будто от нас скрывают информацию о пеликанах. Я был на Кубе, и я все узнал. Значит, пеликаны живут на Кубе, перелетают через океан в Майами, заводят там потомство и возвращаются обратно на Кубу. Секс в Майами живут на Кубе. Народ, мы живем хуже пеликанов. У нас депутаты, они не воры, они пеликаны. Понимаете? У них тоже вот эта хрень есть вот на подбородке. Видели? Я думаю, если ее разрезать, то тут тоже красная рыба повалится. Главное, чтобы там не было селедки, а то мой друг его зарежет. Немногие знают, но и немногие спрашивают. Вот, значит, есть такая порода собак басинжи. Это единственная порода собак, которая не гавкает. Возможно, вы о ней что-то слышали, но точно не от басинжи. Я решил загуглить, мне стало интересно, почему так. Есть легенда. В древнем Египте басинжи служили одному фараону. Они рассказали ему, что на одной горе есть сокровище. Он прибежал туда, кричал, это все мое, в него ударила молния, и он умер. И с тех пор басинжи дали друг другу слово, что больше они никому ничего не расскажут. Я подумал, бедные дети в древнем Египте, прикиньте, как их учили. Как говорит коровка? Му. Как говорит кошечка? Мяу. Как говорит собачка? Она не говорит. У собаки секрет. Это очень крутая легенда, потому что в ней есть мораль. Не надо выпендриваться. Че-то нашел, сиди и молчи. С тобой заговорила собака, сходи к доктору. Даже если ты фараон. Проверься, может ты не фараон. Может ты Артем из 7-го Б. Просто под спайсом. Сходи к доктору. Окей, может и фараон. Но тоже под спайсом. Сходи к доктору. С тобой говорит собака. Это не нормально. Вам интересно, откуда я узнал про эту собаку? Не отвечайте, я вам все равно расскажу. Значит, я какое-то время жил с девушкой, она мне сказала, Игорь, а давай заведем щенка басинжи. Он не гавкает, ты его даже не заметишь. Я подумал, минус 45 тысяч, я не замечу. Серьезно? Ты так думаешь? Ну, дай мне 45 тысяч, я не буду гавкать. Ну, я... Ты меня не заметишь, я уеду. Прикиньте, нас нет дома, и нас обворовали. Собака просто будет смотреть, как уносят наши вещи. Да, с укором, но... Нет, самое обидное, если еще и собаку спиздят. Это вообще ужасно. Это будет очень обидно. Нет, это порода собак не для России, потому что, прикиньте, она будет бегать за машинами и просто открывать рот. Все кошки на районе будут бояться ее, потому что она будет влупить их без предупреждения. Вы понимаете? Прикиньте, если бы у Тургенева в Муму порода собак была басинжи. Герасим молчит, собака молчит. Грустно, капец. Немое кино. Постановка Звягинцева. Я думаю, все собаки, они когда гавкают, они между собой общаются, и они все знают, что есть одна вот такая вот басинжи, которая не разговаривает. И они все ее поддерживают. Они говорят, давай, ты сможешь. У тебя все получится. Попробуй переспать с Ротвеллером. И прикиньте, она переспала с Ротвеллером, и Ротвеллер перестал гавкать. Потому что в постели не принято выболтывать секреты. Вы заметили, что пропала певица Мария Ржевская, которая пела, когда я стану кошкой? Может, она стала кошкой? Серьезно, она начала бегать за своим хвостом и убежала. У нас в мире минус одна кошка. Мы решили это исправить, и в нашей семье появилась кошка. Это Муся, она овен. Как и подобает любому овену, родившемуся в первой декаде, Муся очень спокойная. Но там есть еще одна причина, у нее просто всего две жизни осталось. Поэтому она уже не выпендривается. Муся кошка очень игровая. Если привязать к веревочке бумажечку и возить перед ней, она и глазом не поведет. Но если привязать денежку, а лучше не меньше пятихаточки, она перегрызает нить. У нас есть сосед Тимофей, а у него кот тоже Тимофей. Ну, они креативные ребята. Муся всегда шипит на Тимофея. Ну, овен и весы, сами понимаете. Муся кошка очень умная. Она ходит в туалет только на улицу. Только на улицу Штахановского. Возможно, людям не из Ростова непонятна будет эта шутка. Это точно смешно. Доверьтесь. Я вижу, там мужчина сидит и думает, он что, так и будет рассказывать про свою кошку? Ну да. Это же мой концерт, моя кошка. Я просто про вашу не знаю ничего. Я бы рассказал, конечно, но... Это она только выглядит как кошка, а в душе она рысь. Да? Не перевелись еще рыси на Руси. Я вот задумался. Получается, у беременной кошки минимум 18 жизней. Либо 27, либо 27, либо 45, либо 54, либо 63, либо 72, либо 81. Ну вы поняли, да? Чем больше детей, тем бессмертнее мать. Вот какие слова должен говорить президент, чтобы поднять демографию. А если тигрица родила двойню, то она должна получить матигринский капитал. Это, знаете, когда не деньги дают, а просто начальник зоопарка говорит спасибо. Выражали не для себя, а для нас. Ладно, настало время поговорить на по-настоящему важные темы. Вот божьи коровки. Какому богу они поклоняются? Никто не знает. Лично я на их месте поклонялся бы Брахме. Потому что в Индии коров любят, а божьи их, наверное, вообще иди сюда, я тебя поцелую. Кто видел майских жуков на 9 мая? А на 1 мая? Где майские жуки на майские? Может, это они облака перед парадом разгоняют? Майские жуки работают на Кремль? А колорадские жуки прилетели к нам из Колорадо, чувствуют себя как дома. У меня бабушка на даче их всегда давила. Она говорила, вот вам пиндосы. Black Lives Matter. Вы заметили, что жуки в последнее время какие-то охреневшие? Ходят такие важные, с усами, не признают результаты выборов, разворачивают самолеты. Что происходит? Нормальные жуки только в Ливерпуле. Но там другая беда, там популяция вдвое сократилась. Скажите честно, вы смотрели хоть раз в лицо стрекозе? Вы видели, что она как будто чуть-чуть улыбается? Чего она лыбится? Мне кажется, она поправки в Конституцию почитала и такая, вы угораете. А знаете, у кого бабочки в животе? У беременной бабочки. Это же так просто. Радиоактивный паук укусил Питера Паркера. И нам показали жизнь Питера Паркера. А никто не задумывался, что стало с жизнью паука. Может, она у него под откос пошла. Его паутина стала кривой. В банке ему дали большую процентную ставку. От него ушла жена и стала черной вдовой. И он такой, воу, я кого укусил вообще? Ну реально, он же укусил Питера Паркера и он из неудачника превратился в супергероя. А прикиньте, если паук, наоборот, перенял способности Питера Паркера и теперь у него встает на Мэри Джейн. Прикиньте, если этот паук был очень несчастливым. Он занимался сексом с какой-то паучихой, а по телеку шел человек-паук. Он такой, это же я его укусил, поэтому он весь мир спасает. А она такая, Коля, заебал, не выдумывая. Но я понимаю, почему фильм про этого паука никогда не снимут, потому что это будет очень короткий фильм, чисто как его совочек смелее и все. Я вот подумал, а прикиньте, если этот паук укусил кого-то еще, просто этот человек не стал шить костюм. И он просто сидит на диване, смотрит человека-паука и такой, что он вам всем нравится, я тоже так могу. И он такой, пиво потянул, жену. Ну, может, он думает, блин, не нравятся мне такие костюмы, я больше люблю костюмы из Зары. И сидит в смокинге. А вот интересно, пауки играют в пасьянс? Мне кажется, нет. У них нет времени. У них же этот, большой заказ на бабье лето. Вот интересно, когда летучие мыши висят головой вниз, летучие крысы воруют у них деньги? Потом прилетают летучие копы. Не, вы не замечаете? в пещерах. Знаете, говорят, в Австралии все по-другому. Все наоборот. Получается, там летучие мыши висят головой вверх. Серьезно, там все по-другому. Там президент вовремя уходит. Там вообще по-другому все. Понимаете? Все по-другому. На самом деле, больше всего интересно, конечно, вот в Австралии кенгуру подбирают ребенка так, чтобы он подходил к сумочке. О чем мечтают акулы? Никто не знает. Сначала коротко об акулах. Акулы никогда не спят, поэтому к ним не может прийти зубная фея, когда у них выпадают зубы. И вот вам парадокс. Акулы самые зубастые существа на планете, но они не могут заработать на своих зубах. Это как жить в стране, где добываются больше всего нефти и газа и быть бедными. Акулы россияне. Знаете, почему никто не покупает акул? Не потому, что цены кусаются, а потому, что акулы кусаются. Вы замечали, что акулы всегда плавают возле человека кругами? Мне кажется, они думают, что перед ними физрук. может, акулы мечтают сдать зачет? Либо акулы мечтают стать сомелье, чтобы не просто кусать человека, а угадывать. Это урожай 1983 года с легким водочным послевкусием. Русский. Либо акулы мечтают стать полицейскими. Потому, что я уверен, это мечта любого хищника, когда твоя работа связана с внутренними органами. вот интересно, если самец богомола старый, он девственник или гей? У меня знакомый говорит, что богомолы геи просто откусывают друг другу головки. А вот если богомол дрочит, он суицидник? я думаю, если богомолиха его увидела за этим, она такая падла, я тебя все равно завалю. Я думаю, в природе есть такие дисперсии, когда богомолы богомолиха занялись сексом, но по какой-то причине она его не съела. и все остальные богомолихи ее осуждают. Они думают, бледина не по любви трахалась. Нехорошо так. А богомолы лесбиянки наверное просто съедают друг друга. И от первой остается нижняя половинка туловища, а от второй верхняя. И если их совместить, то будет один нормальный человек. Вы понимаете эту шутку? Я просто сам ее не понимаю. Я просто по наитию говорю, мне кажется так надо. Вы видите, что сейчас произошло? Я вам очень длительное время наглядно показывал, что нету какой-то одной единой темы, которая понравится прям всем. Я это понял еще в пятом классе, когда учительница сказала, выйди к доске и расскажи всем, мы все посмеемся. Я вышел, рассказал, а посмеялись не все. Потом в кабинете у директора я передобил этот блок, заменил там две шутки и разрыв. Но пришлось поменять школу. Почему учительница никогда не говорила девочкам, которые плакали на последней парте? Вы там плачете? Выйдите к доске, мы все поплачем. Вы там власть ругаете? Выйдите к доске, мы все сядем. Вы там прокрастинируете? Ну ладно, завтра. Но не горит в принципе хорошо. Вы замечали, что фразы одно и то же и то же самое? Это одно и то же и то же самое. Это как передача один в один и точь в точь. Одно и то же и то же самое. Я иногда сплю плохо. Я лежу и думаю, а кто придумал ёпы расоте? Ведь кто-то же это придумал. Рассказал другу, друг сказал, это гениально в народ. И его друг тоже ходил и думал, что бы такое гениальное придумать? И придумал ёкалэмэне. И вот они вот так всю жизнь дружат и такими фразочками общаются. Один другому тоси-боси, второй тыры-пыры-растопыры. Ядрён батон. Хочется понять, кто придумывает вот эти вот оригинальные фразочки и расставит все точки над И. А ещё хочется понять, с хрена ли мы расставляем точки над И? Ведь точки над Ё. Над И дуга. Как так получилось, что была И обычная, над ней появилась дуга, и И стала краткая, хотя она стала длиннее. Я скучаю по старым буквам. Знаете, вот я очень скучаю по букве ЯТЬ. Замечательная была буква. Серьёзно, это могли быть чьи-то инициалы. Чьей-то бывшей девушке, например. Мужики, давайте честно. А вы никогда не задумывались, а может быть, жизнь дана нам для того, чтобы мы нашли себе нормальную зимнюю шапку? Все зимние шапки мужские, все конченые. Вы видели их? В ней невозможно выглядеть брутально. Я думаю, когда нас женщины видят в этих шапках, они думают, а стоит ли продолжать род с этим человеком? Серьёзно, лыжня зовёт? Да... Сними, я лучше больному дам, но что-то нужно. А вот если я зашёл в магазин «Смешные цены», посмотрел на цены и не рассмеялся, это что такое? Это меня развели? Или это альтернативная комедия? Вы заметили, что деньги подорожали? Очень дорогие стали, у меня нет столько денег. Это невозможно. Мало того, из нашей жизни начали пропадать копейки. Не капкейки, копейки. У нас поэтому жопа в стране с экономикой, потому что копейку рубль бережёт. А сейчас никто не бережёт рубль. Он остался без своего финансового снилса. Понимаете? Как дела у томата? Лучше, чем у сливы лиловой. кто помнит? Кто помнит эту рекламу сока? Где сейчас эти дети? Ну, одного я видел в программе «Час суда». Ну, второго я видел в программе «Час суда». Я просто смотрю «Час суда». Блин, там выпуск один такой интересный был. Там алыча и тыква делили квартиру абрикосы. Посмотрите потом, интересно. Хочется снова всех этих детей вместе собрать, чтобы они сняли снова рекламу и рассказали, что с ними стало. Чтобы они такие, «Я томат депутат. Я слива лиловая, работаю в школьной столовой. Я арбуз, устроился на полставки в тюз. Вместе мы в рекламе снимались и по жизни проебались. Вот такую рекламу хочу. Честную. Знаете, вот эту песню популярную сейчас все слушают? Камушки прыгают по дороге. Как там дальше? Дождь чистый, бродяга. Белка в небе, литяга. Вот эту знаете? Блин, я во всех городах спрашиваю, ее никто не знает. Может, она и не популярная. Я очень боюсь ходить на УЗИ. Потому что, мне кажется, именно мои снимки отдадут рекламщикам и именно в моем желудке нарисованные пожарные будут ушить изжогу. Я вообще раньше думал, что на УЗИ ходят только беременные. Мне один раз мама сказала в детстве, мы завтра идем на УЗИ. Я такой, та-та-там. Что, нельзя было косточки от арбуза есть? получается, они потушили изжогу. И куда они уезжают? Мужчина, отвечайте, я у вас спрашиваю. Потому что я не знаю. Ну, реально у нас у всех там нарисованные пожарные. Телевидение же нас не может обманывать. Или нет. Вы еще скажите, что милка не со вкусом альпийского молока. Тоже мне. Такого не бывает. У меня знакомый говорит, что у него там орудует большая бригада пожарных, и ребятам надо выпить. И он говорит, чекушек должно хватить на всех. Из-за нарисованных пожарных спился Дима Веретельников. Вы понимаете? Я заметил, что бывает такое, сидит компания молодежная, сидит, ну, как вы, только чуть-чуть помоложе. Сидит, и кто-то один такой, я помню белые. Да, все знают эту песню, она какая-то волшебная. У нас гимн России не все знают. А эту песню все знают. И такое не всегда работает. То есть не бывает такое, что сидит компания, камушки прыгают по дороге. Потому что кто им подпоет? Только я. Вот интересно, как Джеймс Бонд покупает сигареты Бонд. Бонд. Джеймс Бонд? Да. Сболтать и не смешивать. Продать и не выебываться. Прикиньте, если Бонд курит только, когда выпьет. Получается, синий Бонд курит синий Бонд. Мне кажется, это весело. я заметил, что после фразы «давай дома поговорим» никто не говорит дома. Все продолжают сраться, на улице только громче. А интересно, что в этой же ситуации говорят бомжи. Давай завтра поговорим. Давай, когда утихнет ветер, поговорим. Че говорить, наливай. флешку потерял. Это просто информация. Но на флешке была не просто информация. Фотография. Но не мои, а хозяина флешки. Я флешку нашел, а потом ее потерял. Вот у нас вся жизнь такая, да? Мы что-то находим, что-то теряем. Давайте выпьем. Я на тамаду готовлюсь. Зачем в аэропорту магазин чемоданов? Неужели есть люди, которые приходят с охапкой вещей? Ну, мне вот, пожалуйста, загрузите. Либо это магазин, чтобы успокоить жену, которая «Дорогой, мы чемодан в машине забыли». А, ну вон магазин, пойдем купим. Эти чемоданы стоят как однушка в Ростове. Там даже продавцы в этих магазинах, они одеты как будто они из списка Forbes. Мне кажется, если я туда зайду, они мне скажут «Вам подсказать, где выход? Вон там, пожалуйста». Но все-таки это лучше, чем если бы там были продавцы с рынка, которые, знаете, такие «Качество замш». и он с зажигалкой проводит по чемодану, и чемодан сгорает. Интересно, есть ли такие продавцы, которые раскладывают свои чемоданы на транспортерной ленте, и из-за них пробка получается. Они просто стоят, товар выгуливают. Я считаю, что такие чемоданы должны продаваться со скидкой, потому что это уже чемоданы с пробегом. Прикиньте ситуацию. Один мужик прилетел из-за рубежа, привез чемодан, выбегает маленькая дочка и такая «Папа, ты привез мне чемодан сувениров?» А он такой «Не, чемодан и есть сувенир. Я однушку в Ростове продал, ты теперь там живешь. Залазь! Очень странный ассортимент в аэропорту. Нахрена там продаются меховые шапки? Это на случай разгерметизации в салоне? Чтоб холодно не было? Блин, лучше бы там была услуга провожающая семья. Вы подходите и говорите «Слушайте, меня мать сегодня не провожает. Можно вот эта женщина поплачет, когда я улетать буду?» И ты плачешь? И она плачет. И вы вот так махаете друг к другу за 700 рублей. Очень дорого в аэропорту. Очень дорого. Цены космические. Я поэтому боюсь лететь в космос. Мне кажется, там я скажу «мне арахис», а мне скажут «с вас три квартиры». Я такой «чемоданы принимаете?» Вам не кажется, что подарочная бумага сама по себе такая дорогая, красивая и подарочная, что уже чисто ее можно расценивать как подарок? Почему мужику на 23 февраля можно просто подарить пакет с пивом и он такой «бля, спасибо». Девушке на 8 марта надо подарить какие-нибудь духи завернутые в эту подарочную упаковку «почему девушке тоже нельзя взять и подарить пакет с пивом?» Я вот так знакомая дарил на юбилей подарок, она такая «мм, так красиво даже не хочется разрывать» и сразу порвала. Я нахрена 20 минут ее запаковывал? Давай ты оливье приготовишь, я приду его по кухне раскидаю. Приятно будет. В женском журнале прочитал статью «Куда поставить елку, чтобы забеременеть? забеременеть?» Получается, есть такие девушки, которые прочитали это и знают, куда поставить елку, чтобы забеременеть. Но я боюсь, что будут те, которые пойдут от обратного и поставят елку так, чтобы не забеременеть. И ты пришел к такой, она такая «Сегодня можно без гондона». Ты такой «Не понял, я елку на кухню переставила». И ты такой «Я понял, она ебанулась». Так не работает, у него появится сын, потом он спросит «Мама, а кто наш папа?» Она скажет «Слушай, такая ситуация, там пихта накосячила. Поэтому ты Денис Пихтович». Потом у нее будет внук, он спросит «Бабушка, а кто наш дедушка?» Она скажет «Дед Пихто!» Вот. Я понимаю этих таксистов, у которых висит бревок елочка пахучка и рядом бревок секс-инструктор. Они просто перестраховываются. Как бы это парадоксально ни звучало, но именно улыбка человека, у которого передние золотые зубы, останавливает меня от покупки золотых изделий. Вы замечали, что люди, у которых передние золотые зубы, они всегда улыбаются чуть-чуть шире, чем все остальные? Даже когда плачут, типа перестань так делать. Я недавно был стоматологом, мне вырвали зуб, и стоматолог на его место предложил мне поставить золотой в 2022 году, а я к нему не на коне приехал, и воровной мобилой я не расплачивался, и мелочи я не попрошайничал, и цыганкой я не хотел породниться, и Кармелиту я не цитировал, и Будулая я не цитировал, и мои дети на вокзале его не заебывали. Почему он мне это предложил? Я еще не готов стать другом отца из фотоальбома 90-х, где даже на черно-белой фотографии видно, какого цвета у него зубы. Все пять. И ворон такой пять. У меня фантазия есть, но она странная. Рассказать? Мне кажется, что люди, которые в 2022 делают себе передние золотые зубы, им надо сделать еще и отбеливание ануса. Ну, чтобы они сверкали с двух сторон. Ты его на дискотеке подвесил, он вращается, а ты танцуешь. Я знаю, это очень странная фантазия, я сразу вас предупреждал. Знаете, бывает, неприкольно, если комик выступает, а рядом муха летает, и он такой, а вот вы замечаете? И все, избился с мысли. Это неприкольно. Ну, также неприкольно, когда, знаете, с вами человек здоровается, а у него такое рукожопое рукопожатие, когда он вам руку дал подержать. Типа, на, подержи. Знаете, я просто знаю, это не кайф. Ну, так же не кайф, как вот, когда ты пришел на цыганский шведский стол. Ты такой, ну, вроде можно брать все, но все какое-то грязное, ворованное. Ты такой, ладно. Чувствуешь себя, вегетарианцы на майские праздники. Просто доедают лук от шашлыка. Знаете, фразу «закрой окно, не май месяц». А если месяц май, а окно закрыто, а в апреле что делать? Где инструкция по месяцам, как жить дальше? Ну, мне кажется, это был первоначальный вариант стихотворения тютчего. Люблю грозу в начале мая, мне разрешат открыть окно. Как будто это придумал человек, который боялся открыть окно и не увидеть парада. И он такой «не понимаю». Но я его понимаю. Мне знакомо это состояние, когда вы перестали что-либо понимать. Оно было со мной в шестом классе, когда в школе математика разделилась на алгебру и геометрию. И я такой «Спасибо, я по одному предмету хреново учился, теперь по двум буду». Здорово. Я реально в универе боялся, что высшая математика разделится на высшую алгебру и высшую геометрию. Универ закончился, и я такой «все, с цифрами, конец». нет. Электронная очередь в МФЦ. Здравствуйте. Я не люблю цифры, но даже я понимаю, что тридевятое царство это какая-то хрень. Что за тридевятое царство? Дроби же сокращаются. это же одно третье царство. Либо числа перемножаются, и это двадцать седьмое царство. Какая-то халтура уже в названии. А что было внутри этого царства? Там вообще продавались полторашки? Или ты приходишь и такой, мне одну целую пять десятых пива. И тебе говорят перевод по номеру. ты такой, хорошо, восемь, корень из восьмидесяти одного, синус тридцать. Какая странная у вас связь. А, у вас теле три минус один, понял. Но это же не просто тридевятое царство, это тридевятое царство в тридесятом государстве. Нам мало было, да, типа, вот, царство в государстве. Как будто Чеченская республика в составе Российской Федерации. Ладно, тогда про вампиров. Если вы за рулем сдаете назад, вам нужно быть предельно аккуратными, потому что вы можете сбить вампира. И не только потому, что он не отображается в зеркале, но и потому, что существуют вампиры-карлики. Я уверен, они есть. Нам наверняка показывают вампиров не такими, какие они есть. Заметили, их в кино нам рисуют какими-то шикарными, у них такие крутыми, Награф, в Дракула, в Эльдемар. А где вот эти вампиры-середняки? Где вот этот вампир Олег, который работает установщиком окон, который после работы через окно же и возвращается, который пьет просроченную кровь, у которого склеп в ипотеку, который что-то замотался, поехал в Анапу отдохнуть, чуть не сгорел там, у которого карис на левый квык, поэтому он на правый хавает, у которого два вампиренка, которые кровь из него сосут, один на соседа похож, у которого жена ебанутая, чеснок на ютубе обозревает, где эти вампиры? Ну, которые добавим чеснок в борщ, это будет убийственно вкусно, где вот это все? Я уверен, существуют еще и добрые вампиры, это знаете, которые перед тем, как укусить, ваточкой смачивают шею, разные бывают вампиры, я уверен, нам их показывают не такими, у меня есть мечта, я хочу развеять все стереотипы о вампирах, я хочу снять социальный фильм, он будет называться так, вампир-депутат перемены к лучшему, и трейлер, где вампир-депутат говорит, теперь буду сосать я, а не вы. И в конце история, без которой не состоялся бы этот концерт, она произошла со мной в Ростове на улице Текучева. Я шел куда-то по делам и видел, как нерусский мужик продавал фрукты. Вообще странное уточнение, кто-нибудь видел, когда русский мужик продавал фрукты? Как будто нерусские мужики забрали у нас этот бизнес. Это наше. Я шел, видел, как нерусский мужик продавал фрукты, а навстречу мне шла девушка, и мужик увидел ее и сказал ей, «Эй, самое красивое, купи абрикосы». Это очень хитрый ход. Мужик подумал, что девушке редко говорят комплименты, он ей скажет, и она на радостях купит у него абрикосы, но она прошла мимо, потому что он не видел, а я видел, в другой руке у нее был пакет с абрикосами. Кто-то ей продал абрикосы чуть-чуть раньше и, возможно, даже без комплимента. То есть он зазря назвал ее красивой, хотя она была так себе. Я подумал, лучше бы ты меня назвал красивым, я бы у тебя купил эти абрикосы. И он увидел меня и сказал, «Эй, красавчик, купи абрикосы». И я купил. Ну, потому что я, ну, красавчик, ну, и абрикосы хотелось, там все совпало. Чем эта история необычная? Тем, что я вам ее рассказал вот так, но в теории здесь же мог выступать тот мужик, и он бы вам рассказал эту историю по-другому. Возможно, он бы сказал, стою, продаю абрикосы, вычисляю женскую красоту. Сначала идет «Вах», второе место, потом на любителя, потом объективно четырнадцатое место, а потом идет «Самое красивое». Я ей говорю, «Эй, самое красивое, купи абрикосы». Я думаю, той девушке тоже было бы, что вам сказать. Типа, иду после работы уставшая. Мне кричат, «Эй, конченая, возьми абрикосы бесплатно». Иду дальше, мне говорят, «Эй, самое красивое, купи абрикосы». На душе радостно, сэкономила. Вот. 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 Я думаю, что-то вам могли бы рассказать и абрикосы. Типа, «Растем мы на дереве, нас сорвали». Я не знаю, почему в моей вселенной абрикосы говорят голосом Эдварда Родзинского, но... Не знаю, а какими голосами должны говорить абрикосы? Пусть даже в вымышленной реальности. Ну, точно не голосами того кавказца, который их продает. Потому что это было бы странно. Они бы говорили, «Кто не с нами, тот под нами». Вот это валяются все раздавленные, это опущенные. Но с другой стороны, если бы абрикосы говорили голосами кавказца, они бы, наверное, очень уважали курагу. Потому что она же старше. Они такие, здоровье матушки, привет листикам, а реведерчи веточки. Видите, ситуация одна, но каждый видит ее по-разному, потому что у каждого другой взгляд. Камушки прыгают по дороге, дождь чистый протяга, в небе белка летяга, на заводе работяга, земляника в России, мандарин в апельсинках, птица летит в дереву, русалка плывет к берегу, снег состоит из снежинок, а кувшина с кувшинок, паутина из паутинок, а бабушка из морщинок. Так было и будет, будильник нас утром разбудит, этот мир так устроен, этот текст на рифме построен. Бабка админа ВКонтакте бесплатно на застолье поет только первые полчаса. АПЛОДИСМЕНТЫ